Я задумалась над вопросом, а нужно ли для того, чтобы быть хорошим лошадным архитектором, знать дендрологию. И вы знаете, я в своих размышлениях склонилась к ответу, что нет. Сейчас я объясню, почему. Мы хотим понять, какой дух места, то есть на что способен этот участок, каковы его характеристики, то, какие потребности у клиента, что он хочет здесь делать. Первое, что мы должны продумать, это его функциональное назначение. Могут быть кулисы, за которыми ты сначала ничего не видишь, а потом ты выходишь, открывается новое какое-то пространство. Поэтому, когда мы мыслим композиционными элементами и понимаем, чем они для нас служат, то есть барьером, фоном, акцентом, чем угодно, вы наполняете своими абсолютно смыслами. Дарья, она лошадный архитектор с образованием, в отличие от некоторых. Вот, она художник, причем такого хорошего, высокого уровня профиля, да, то есть она заканчивала художественный университет. Вот, она очень-очень талантливый человек. Мы познакомились, каким образом мы начали вместе создавать картинки, про которые я чуть-чуть позже расскажу. Она уедет там навстречу, мы начали вместе создавать картинки. Я просто ей рассказывал, что я хочу видеть, вот, а она с помощью, ну, я тоже некоторые инструменты брал, знал. Но у меня это все получалось коряво, криво, все. Дарья все это причесывала и как бы восстанавливала. Вот, так мы работали несколько лет и потом она любезно согласилась управлять отделом, проектным отделом в нашей команде. То есть все, кто раньше был, все, она пришла, вот, как бы возглавила, всех поглотила. И теперь она у нас, вот, фактически звезда, соавтор половины проектов, можно так сказать. Вот, я считаю, я считаю, что человек, который, это sell branding, это для продажи, да, но соавторство, оно никуда не отметается. И портфолио остается, да, то есть ты соавтор. Вот, понятно, при желании, то есть мы стараемся уже, как бы, показывать наших участников, ну, мы постараемся нашу команду, да, больше показывать. Почему? Потому что очень часто бывает такое, что меня отправили в одну страну, да, а Дарья отправилась в другое место, да, Аня, почему приехал не Костя, а почему? Потому что, смотрите, все равно в любом случае вот этот пласт у нас вот такой вот. Вот, поэтому вот Дарья слово, вот, она расскажет чуть-чуть про растения. Вот, это, 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 это действительно уникальная информация, потому что я это от него услышал впервые, больше никого никогда не слышал. То есть я сделал для меня кое-какие открытия. Спасибо большое. Костя меня так представил, что мне, в принципе, больше ничего не осталось про себя рассказать. Но, вы знаете, я готовилась, честно говоря, к этому выступлению, я пыталась представить себе, что за аудитория у нас будет, кто эти люди, каковы их потребности, что они хотят знать про растения, потому что, ну, за 10 минут нельзя ничего рассказать про дендрологию. И я задумалась над вопросом, а нужно ли для того, чтобы быть хорошим ландшафтным архитектором, знать дендрологию. И, вы знаете, я в своих размышлениях склонилась к ответу, что нет. Сейчас я объясню, почему. Я бы хотела вернуться к тому моменту, что у меня первое художественное образование. Мне это дало что? Мне это дало умение, навык к объемно-пространственному мышлению. Любой объект, который мы разрабатываем с Костей или с командой, кстати, я никого не поглощала. С командой мы его пытаемся, ну, как вам сказать, не сделать каким-то просто садом, который вот будет яркий, красивый, какой-то самобытный. Это все скорее следствие, потому что первое, что мы делаем, это мы хотим понять, какой дух места, то есть на что способен этот участок, каковы его характеристики, чем он может быть таким особенным, каким он может быть, как он может зазвучать. Второй момент, он скорее важнее, наверное, то, какие потребности у клиента, что он хочет здесь делать. Он хочет здесь отдыхать, или это его территория, где у него будет рекреация, и он будет собирать других гостей, людей, и там будет рассчитано на общественную территорию потребления. Или это будет очень маленький участок, или очень большой. Это очень много способов, подходов к тому, как нужно проектировать, потому что каждый объект, он требует свой-свой-свой подход. И просто, когда мы задаемся идеей, мыслью, целью себе ставим сделать вот именно под нашего клиента, именно его классный сад, то первое, что мы должны продумать, это его функциональное назначение. Что будет делать клиент, как будет зона, мы потом придумаем, как нам обыграть ту или иную зону, чем ее наполнить, какими средствами художественной выразительности, визуальной выразительности. Нам важно понимать, какова функция, каково назначение, каким оно будет. Далее мы понимаем, что у нас, скажем, образовался какой-то набор элементов, которыми мы будем с вами наполнять сад. Дальше нам нужно понимать композиционный анализ, что будет более главное, что будет второстепенное. Нам обязательно нужно это мысленно осваивать, чтобы понимать, где нам проявить что-то, а где нам сделать менее броски. Тут приоритетность важная расставлять. Опять же, насчет инструментария, как это сделать, мы придумаем с вами потом. Мы должны как бы конструктивно исходить из того, что мы создаем, какую цель. Мы сказали с вами про функциональное назначение в каждой территории, потому что здорово, когда сад не очень маленький, и мы можем расписать несколько функциональных зон. И тогда у нас появляется понятие сценария прогулки. Наша с вами задача не просто сделать из окна красивую картинку, которую мы сфотографируем, будем видеть с весны по весну, круглогодично. Наша задача вывести человека в сад, увлечь, чтобы он видел его не весь, чтобы он видел только часть, которая его манит. Поэтому, когда нам клиенты говорят, что вот мой дом, вот моя гостиная, здесь у меня камин, я хочу видеть водопад, мы стараемся ему всегда отказать в этом удовольствии. Потому что, какой бы он ни был грандиозный, если он будет на него смотреть утром за завтраком, за чтением газет, в обед, вечер, круглосуточно, для него круглогодично это потеряет значимость. Мы обязательно создаем свои сады таким образом, чтобы была некая интрига пойти в сад. Функциональное зонирование также в себя включает конструктивное членение сада на открытые и закрытые пространства. Этими пространствами я называю открытые, это у нас солнечные лужайки, которые без растений, грубо говоря, газон условно там или мощение. Закрытые это там, где у нас деревья, растительность, то, что мы не видим. Таким образом нам нужно создать некую сложную структуру, которая вовлечет человека в сад, где он, находясь в одном месте, не будет видеть все остальные локации. Он будет видеть только часть, вторая часть будет его увлекать сюда, он будет проходить, оглядываться и уже видеть другую картинку. Вот важно, чтобы сад не был такой некой сковородкой, по периметру которой все обсажено туями или какими-то другими растениями. Важно создавать структуру, глубину, слоистость, ярусность, плановость. У нас очень много на самом деле визуальных инструментов. Я не буду сейчас этим нагружать, это можно почитать в литературе, которая будет называться как-то, например, композиционная структура сада, основы композиции. Это все можно найти. У нас есть из инструментов, которые вы можете записать. Допустим, если мы говорим про ландшафт, это цвет, то есть сколько цвета должно быть в ландшафте. Это вопросы, которыми можно заниматься всю жизнь. Мы не сторонники, например, каких-то польских вариантов, где в посадке много-много-много цвета. И голубые, и салатовые, и пестрые формы, и еще какие-то. Это может быть too much, это может быть слишком. То есть под задачу, под функцию, под то, что мы хотим сделать. Это сад для созиданий, для чаепития, или здесь будет спортивная площадка. Что здесь будут делать? В зависимости от этого мы его наполняем смыслами и тем визуальным контентом, который мы будем использовать. За счет чего это будет показано. Я немножко спутанно сейчас объясняю. В общем, у нас есть цвет, как инструмент, у нас есть ярусность, то есть у нас есть травянистый покров, у нас есть средний ярус, это кустарники, потом у нас есть невысокие деревья, потом у нас есть высокие деревья. Мы за счет этого тоже создаем визуальные барьеры, которые позволяют человеку пройтись с садом и что-то увидеть, что-то не увидеть. Это интрига, про которую я говорю. То есть, когда мы с вами мыслим сад как некоторую глубинно-пространственную структуру, в которой мы можем походить с каждой новой точки, оглянуться на 360 и увидеть новую смену картины, пейзажа, то мы можем не знать дендрологии, если мы умеем мыслить вот так сад. Потому что, когда мы говорим о том, что вот у меня, к примеру, есть инструменты, у меня есть фон, это может быть хоть туя, хоть дерен, хоть можжевельники, хоть скалы, что угодно. Если это только фон, это просто фон. И на его, допустим, фоне может быть акцент. Он называется солитер в ландшафтном... Да. Вот. Солитер, то есть какой-то акцент. У нас есть тон. То есть, просто зеленые растения, когда они все зеленые, ты их свозишь в сад, ты видишь, что они кто-то светлее, кто-то темнее, у кого-то глубже цвет, у кого-то более тусклый. Вот тоже важно понимать, какая у тебя задача и какие у тебя растения. То есть мы с вами говорим о том, что есть фон, есть солитер, могут быть кулисы, за которыми ты сначала ничего не видишь, а потом ты выходишь, открывается новое какое-то пространство. Поэтому, когда мы мыслим композиционными элементами и понимаем, чем они для нас служат, то есть барьером, фоном, акцентом, чем угодно, вы наполняете своими абсолютно смыслами, тогда не важно, будет это елка, будет это береза, будет это еще кто-то. То есть мы с вами далее, когда мы понимаем структуру сада, отталкиваясь от того, чего я хочу от этой конкретной посадки. Вот это дерево у меня какое назначение имеет? Оно должно быть ярким, значит я выберу это что-то с красной листвой. Оно должно быть вечно зеленым, это будет кто-то хвойное. То есть мне нужна какая крона здесь, чтобы она закрыла что-то или узенькое, чтобы мы на ажурную форму смотрели. То есть когда мы мыслим структурно, мы уже потом придумаем, что это будет за растение. Если говорить о том, с чем мы чаще всего сталкиваемся уже в конкретном нашем ландшафте, который Костя разрабатывает, его фишка, водоемы, скалы, реально не все ландшафтники умеют, то мы там сталкиваемся с такой же точной проблемой, что нам нужна композиция. Если мы все залепим скалами, это будет скучно, если мы оставим их голыми, это тоже будет скучно. Мы смотрим, что мы хотим, чтобы человек чувствовал себя, находясь здесь или в каком-то конкретном месте этого сада. Мы должны понимать, я хочу здесь яркости, я хочу здесь света, значит будут более пестрые формы. Я хочу здесь какой-то момент затерянности или какой-то момент волшебности, какой-то дикости. Значит я выберу формы, которые будут неправильные формы, плакучие, на штамбе, какие-то хвойные, кривые. То есть в зависимости от того, что я хочу. Если сказать про агротехнику, выращивание конкретно в скалах, то есть по водоемам я не занимаюсь, то есть я приблизительно знаю, ассортимент, конечно, что живет в пруду, но моя специфика это то, что вокруг пруда все живет. То если мы говорим про скалы, принципы очень-очень простые. Растение должно быть живым просто, оно должно быть неубиваемым для того, чтобы оно выжило в этой скале. Потому что у нас есть момент промерзания зимой. Почему у нас есть проблемы с садами на крыше? Потому что промерзание, потому что ветер и то, что нормально более-менее себя чувствуют летом, зимой это все прекрасно замерзает, корневая система, кончики чувствительные, корешки растения, которыми оно питается, оно упирается в бетон или какой у нас там лоток, контейнер. Оно либо горячее летом, либо холодное зимой, и растение начинает страдать и умирать. Почему мы избегаем этой проблемы? Потому что мы берем неприхотливые растения, те, которые природно произостали где-то в похожих природных ситуациях. То есть это пустынями не работаем, но, допустим, скалы. То есть это кто? Это у нас сразу сосна горная. Миллион из 100-500 тысяч культиваров, которые прекрасно растут, это карлики. Даже когда у них переизбыток влаги или недостаток влаги, у них оголяется ствол, у них открываются вот эти красивые кривые ветви. Это на скалах очень красиво выглядит, это выглядит очень естественно. То есть у нас хвойный ассортимент, половину, это сразу можно брать сосну. Сосна горная и все ее карлики. Вторая часть ассортимента хвойного – это можжевельники. Опять же, практически все его сорта. Ну, Костя любит Blue Alps, я не люблю Blue Alps, потому что у него там выпадает, допустим, хвоя, она рыжает снизу. Но это все нюансы. Важно то, что растение выживет, оно будет формироваться в этой среде, оно будет потом вырастать в эти скалы, ориентируясь на то, что там происходит, вот с вот этими, ну, где что дует, растение отвернется от ветра. Если ему жарко, оно будет чуть двигаться. Ну, вы же, наверное, сталкивались, знаете, что растения очень адаптивные, они очень чувствуют хорошо, ну, как бы, с окружающей средой. И простой пример, вот дуб, если посадить на открытом пространстве, он будет широкий, раскрытый, хороший. Если его посадить в тенистом лесу, он будет тоненький, потому что он будет тянуться к солнцу. Вот все растения. Поэтому мы любим, в принципе, маленькими работать. Продолжение следует...